Поговорим сегодня об языке, точнее, кофискации языка. О чем? Кофискация языка. Это как действующая власть, на то она и власть. В чем природа власти? В том, что она отнимает общество язык. Забирает его. А в этом все твоя власть. Ну что такое власть? Власть это то, когда ты над чем-то властвуешь, над чем-то руководишь. Как ты над ним чем-то можешь руководить? В чем проблема легитимности? В том, что общество считает, что ты как-то ими руководишь, и как ты делаешь, оказывается правильным истинным. Поэтому давайте зайдем в ситуацию так называемого модерна, о котором любит говорить кто-нибудь Хогинян и была. Они любят на праву говорить о модерне. И вспомним, как раньше дело обстояло. Обстояло дело так, что была некая господствующая идеология. Ну, православие, самодержавие, народность, коммунистическая идеология и так далее. И все противоположные идеологии, которые ей были, со своими символами, они подавлялись. Ну, например, нельзя уже сказать было, что я был гвардеец в году советской власти. Ну, замучат тебя. С тобой боролись на всех фронтах. На идеологическом, то есть в сферах массовой информации, так, так и так. Но это основывалось на той простой вещи, что мы полагали, что есть некая идеология, которую мы для себя обозначали ведущие. Обратим, если мы обратим внимание на нынешнюю Россию, то мы увидим, что никакой идеологии в сфере нет вообще. Клаба либерал-демократическая? Нету. Сейчас нету либерал-демократической. Спроси. Спроси любого представителя Единой России, он тебе глюнет в рожу с этими словами. Нету. Спросите президента, он скажет, что так и есть. Например, министра. Если ты скажешь президенту, то... Да, слушаем какие-то тезисы, а так... Да. Идеологии нет никакой вообще идеально. Есть некоторая ситуация, когда есть определенного рода символы, идеологические установки, и ты их присваиваешь. Например, в начале 90-х годов модно говорить о либерально-демократической идеологии и так далее. Мы ее присваиваем. Мы говорим, да, мы строим либеральное, демократическое, свободное общество. Свобода лучше, чем не свобода, хотя это было сказано позже. После этого наступило поизвестное рода разочарования. И, например, наступила, скажем, ситуация... Ситуация ностальгии по всему советскому. Да, мы строим... Мы государственники. Мы воскрешаем великую Россию. Появились всевозможные розовые сопли по поводу того, как хорошо было жить в Советском Союзе с очевидной неправдой. Смотрите, здесь ситуация состоит не в том смысле, что ты держишься за какую-то идеологию. Она прямо противоположная. Ты видишь, как тебе противопостоит какая-то идеологема или какой-то символ, и ты его присваиваешь. Ты его приходишь как бы на собственную пользу и собственную нужду. И чем феномик Кургиняна? Он говорит об СССР 2.0, да? Но на самом деле, если мы его посмотрим, по большому счету, это СССР 2.0 состоит и его проект состоит в том, чтобы для услуг действующей власти, то есть для Кремля, вот этот СССР, оскорбив по всему советскому, приватизировать и Кургиняна является одним из главных символов и организатор прогудинских митингов. То есть, оказывается, очень странная ситуация. С одной стороны, у нас есть глаз поддержащий, там, Иксельберг, Абрамович, там, кто-то там еще в правительстве, Христенко, скажем, какой-нибудь, или кто-нибудь еще был. И вместе с тем, есть ли у них какая-то собственная идеология? Скорее всего, нет. Ребята типа зарабатывают бабло, покупают Челси, вину красивого образа жизни и так далее. Но мы понимаем, что за этим, по большому счету, никакой ярко выраженной идеологии и какой-то системы ценностей не стоит, кроме того, что Челси. Но когда у тебя оказываются какие-то твои политические противники, они на символ, например, Гавриатом Великого Сталина или что-либо еще, ты начинаешь тихонечко присваивать, пользуясь своим господством средствами массовой информации, их символ. Ты их как бы переводишь на свою сторону. И это, оказывается, очень странная вещь, которая на каждом шагу встречается. Но одна из самых распространенных – патриот-государственники, одновленная коррупцией. Ты государственник, но ты резидент, скажем, Англии. Ты не видишь, собственно, что-либо еще. То есть тактика технологическая, она сменилась прямо на противоположную. Мы не держимся за какую-то идеологию и подавляем себе окружающие идеологии. Наоборот, если у нас есть какие-то противопоследствующие идеологии, то мы ее присваиваем себе. Мы ее присваиваем и переводим ее как бы на свою сторону. Тогда у нас оказывается и одновременно и либерально-демократическое, и коммунистическое, и социалистическое. И мы Советский Союз восстанавливаем. И мы строим социальное государство. И мы строим правовое государство. Только не появится какое-то… Где правовое государство, где наша современная действительность. Они вещи несопоставимые. Мы строим правовое государство. Мы все геологены, которые принадлежат нашим противникам, забираем к себе. Вот такая цель и такая направленность. Все в дом, все в семье. Но это вот обратите внимание. То есть, допустим, тебе не надо бороться с твоим противником на логическом фронте. Тем способом, что ты с ним должен бороться. Ты просто заберешь его символы. Тебе все равно. Об этом мы говорим как о царстве постмодельных. У меня постарство. Посмотря на то, что ты не бороться за какой-то символ. А для тебя всего лишь есть игра. А твои бедные хомячки, которые сидят от тебя на другую сторону экрана телевизора. Или на другую сторону экрана интернета. Они этого не делают. Вот это, например, Владимир Владимирович Путин. Точнее его группа. Его притихологи, которые его обслуживают. Это великолепным образом подается. То есть, он рисует некий образ. Который удовлетворяет различных проблем своих противников. Православие, идеология умерла. Православие. Да здравствует православие. Да здравствует православие. Мы великая православная держава. Но после того, как оказывается, когда нас будут критиковать, что у нас высокая коррупция, что у нас еще что-то не то в обществе происходит, не те законы. Мы эту идеологему дадим вам на растязание. Вы смираетесь, типа, не дам люди, а неманные горожане, потрепать нас. Вы подбросите ему какую-то тряпичную кукулу, типа Патриарха Кирилла. И трепите его. Это значит. Вот он. Мы бросим вам эту игрушку. И вы будете над ним не издеваться. После того, вы попытаетесь вокруг каких-то новых ценностей, новых лиц, попытаетесь сконцентрироваться. Мы вместо этого сделаем прямо противоположную вещь. Мы присвоим ваш символ. Он будет работать на нашей стороне. Вы его потеряете. Вы будете искать новый. Когда вы найдете еще чего-то, мы опять заберем его себе. И так далее. Это бесконечный некий процесс. Но он основан на том, что ты принципиально отказываешься от некой имманентной внутренней сущности в своей некой идеологической позиции. Ты про них, помимо любви к яхтам, ниццей, чего-либо еще, сказать ничего не можешь на той стороне. Они сами про себя ничего сказать не могут. Но они знают, что если ты попытаешься против них объединиться вокруг каких-то идеологических символов или чего-либо еще, они у тебя эти символы заберут и поставят их на себе служение. Они же были либерально-демократическими. Теперь слово «либераст» после всех этих действий в стране является угаренным. Теперь у нас социализм 2.0. Ну что ж, социализм, социально ориентированный государство, социализм 2.0. Услугами Кургиняна и остальных этих проституток идеологических мы заберем его, значит, и у вас и его тоже. И Кургинян на пропутинском митинге со своей идеей союза 2.0 будет главным действующим лицом и так далее. Вот это таковое действие. Но оно очень принципиально отличающееся от чего-либо от другого. Может, это искусство политики? Это искусство политтехнологии, я бы сказал. Это не искусство политтехнологии. Но так было всегда. Так было даже в древнее время. Я думаю, что нет. Я думаю, что так не было. Вот, например, люди же за православие, самодержавие, народность реально держались. Они же никто из них не говорил, да, мы строим социализм или коммунизм, или что-либо еще. Это никакой Николай Второй, никакой Распутин это сказать. Это может быть причина в том, что все идеологемы, которые существуют на самом деле, они просто устарели морально. А новые еще не появились. И для того, чтобы вообще удерживать власть и сохранить страну, нужно как-то маневрировать, пока не появится что-то настоящее. Да. Я не уверен, что речь идет о ожидании чего-то настоящего. Речь идет не о ожидании настоящего, а о постоянном попытке присвоения идеологии своего противника. И ничего. Но страна пока стоит еще. Ну так она стоит, безусловно. Потому что механизм власти – это просто механизм, это машина, которая может функционировать вне никакого идеологического и идеального наполнения. Может быть? Конечно. Валя, ты говоришь о частности на самом деле. Здесь на самом деле существует существенная игра. И эта игра имеет логическую структуру. Для того, чтобы выразить свое недовольство, для того, чтобы выразить свое другое мнение, тебе нужно встать на позицию противника и высказать ему это мнение. То есть в каком-то отношении ты должен на каком-то едином поле с ним столкнуться. Для того, чтобы он тебя понял. Для того, чтобы ты вообще мог что-то ему противопоставить. В этом состоит сущность любого противоречия, любого противоречия. Противоречие возможно только внутри некоторой единой структуры. Не может, например, звук противоречить красным, как цвету. Один цвет противоречит другому цвету. То есть, иначе говоря, только однородное может вступить в некоторый уровень конфликта. И точно так же и на политической арене. Когда ты хочешь высказать свое недовольство, ты должен встать на некоторое общее поле, чтобы высказать свое недовольство. Так вот, как раз речь идет о том, что стратегия состоит в том, как победить такого противника. Чтобы не дать места, куда ему выступить. Если не будет места ему выступить. Если он вступит на это поле, а встать ему негде здесь. Все места, условно говоря, как в цветах. Все цвета заняты. Он не может никакой цвет выбрать, потому что все цвета уже оккупировала власть. И допустим все звуки. И так я просто метафору выбрал, цвет и звук, и поэтому так говорю. Вот уже дальше дошел, чем я сейчас говорю. Это потом я тоже скажу. Нет, речь идет как раз именно, чтобы выступить. Игорь, извините, я просто вопрос. Это вы рассказываете памфлет? Памфлет на сегодняшний, так сказать, или на последние двадцатилетия? Или это вы какого-то Кургиняна или кого-то там Яна? Кургиняна там не имею. А? Или пересказываете кого-то, я не уловил. Это мысли, Игорь, почему? Я не думаю, что кого-то. Нет, наверняка кого-то. Нет, это какой-то памфлет, что ли, или как? А почему памфлет? Ну, Игорь, просто мысли высказывает, независимо от того, что кто-то до него, если возможно, об этом говорит. Это неважно. О таких вещах, безусловно, современная французская философия, которая, в смысле философии, безусловно, она говорила. Говорила гораздо лучше, и глубже меня, и разработана это. Я об этом совершенно не сомневаюсь. Но я хочу заметить, что у нас есть политическая реальность. Я не думаю, что во Франции этот самый эффект, про который я говорю, постоянно похищение у своих противников и оппонентов их политических символов и перевод их на свою сторону, он выражен в такой степени ярко, как он выражен в современной России. Дело не только в символах, но в целом в языке. Это уже второй пункт. Есть еще логика жертвы и палача. Палач всегда говорит на языке жертвы. У жертвы нет слова. Жертвы всегда говорит на языке палача. У жертвы нет своего дискурса. Да. Это второй пункт. Первый пункт. Пока мы глубоко не погружаемся, мы видим некую политическую реальность политтехнологическую. Эта политтехнологическая ситуация состоит, что мы похищаем, чтобы существовала оппозиция, она должна сплотиться в некоторых символов какой-то идеологии. Что, власть должна создать оппозицию? Она не должна ее создать. Она должна, если оппозиция пытается... Ну, если все вожди оппозиции продаются, то разве власть в этом не наоборот? Речь идет о власти как о дискурсе. Речь пока не идет. Пока речь идет о чистой филологической процедуре. По-моему, она не дает возможность всем высказать. Ты не понял. Ты все в политическую сферу. Дело не в этом. Понимаешь? Дело идет не о том, что кому кто дает и как высказать. Вот, например, тезис. Ты говоришь за святое православное красное знамя. Искусственный конструкт, он теоретически может. Везде, например, в Америке, освободительное движение, оно ушло под знаком катлицизма. Вот, по большому счету. Что мы сделаем? Наш местный катлицизм, то есть православие, мы его похитим у вас. Мы скажем, что он полностью стоит на нашей стороне. Оно наше. Вот наше. Но это наш символ. Православие, самодержание, народность. И тогда ты уже не сможешь им пользоваться. Вот этой вещью. Как это происходит? Но это же не так происходит, что только в идеологическом плане. Это же должно быть практически реализовано. Да, практически. По крайней мере, всех высших иерархов церкви. Ну, не обязательно. Валя, это, ты понимаешь, есть сфера идей. В сфере идей происходит постоянная демотизация чужих идей. Тебе же об этом говорят. Да. В сфере идей, не вещей. В сфере вещей тоже происходит байба. Тебе, тебе, тебе. Тебе, тебе. Тебе, тебе, тебе есть такая. Сумо. Ну, не, не сумо, а да. Использовать силу противника. Ну да, у нас этот памятник нападает. У нас памятник задает. Нет, это в любом единоборстве так и стоит. Айкидо на этом основано. Да? Айкидо основано на том, что есть. На самом деле, стратегия противостояния есть, а потом, в конце, высказываешь. Да, это важно, я потому что не знаю стратегии противостояния. Это первый пункт, на который я хочу заметить. Какой первый, извините, в чем суть первого пункта? Суть первого пункта состоит в том, что стратегия может стоять, что ты не будешь держаться за свою идеологию, за свои символы, а будешь постоянно похищать их у своих противников. Ну, противники, значит, просто мусор, если у них можно похитить. В смысле, это, ну понял, вот это первое. Я не знаю, кто бы мог похитить идею, например, у Ленина и его большевистской партии? Почему элементарно? Это невозможно, потому что там были фанатики. Кто мог похитить идею первых христиан? Это тоже было невозможно. А если люди мусорные, если они продаются на первом повороте, почему бы у них не забрать? Дело не продажность людей. А в чем же? Почему? Это Римская империя сделала христианскую идею и похитила первых христиан. Да, сделала. И Римская империя стала христианской империей. Еще христианство оно сделало таким христианством, которое и нужно было, и таким-таким оно было. Потом оно модернизировало. Но заметьте, чтобы это случилось, надо было, чтобы 300 лет прошло. Ну, это никто не знает, сколько там лет прошло. 300 лет гоняли, но это не важно. Скорее всего, христиане... Это важно почему? Это важно. Как только начали более-менее значимое, тут же у них это дело похитили. Но для того, чтобы ты выступил в качестве оппозиции, ты всегда должен иметь некие диалогемы, неких личностей, некий иконостас героев, что-либо еще. Сталина, Ленина, кого-либо еще, Николая Второго, Витте, кого-либо еще. Вот ты будешь их забирать на свой стол, ты будешь говорить, да-да-да, Сталин, он наш. Вот интересно, Игорь, ты возьми того же Ленина. Что делает Ленин? Он похищает программы всех партий и выступает. Хлеб, он всем предлагает все, как популист. Хлеб голодным, война, мир народа, фабрики рабочие. Это же конгломера всех программ, всех партий, которые были последствия в Китарской области. Он просто присваивает все и предлагает народу все, что тот хочет. Ну здесь надо различать между такой приматизацией и популизмом, да? Здесь именно вещь идет о приматизации. Ну хорошо, первое положение закончили, переходим ко второму. Второе положение стоит в том, что уже начал говорить Булат. Что принципиально у нас оказывается, что власть у нас есть нечто, наверное, как дискусс. Некий контекст. Некий контекст. Язык, язык. Некие системы обозначения между собой связанных. Ну вот, например, есть политический язык, есть философский язык, есть язык науки, язык искусства. То есть ты считаешь, что невозможно понять вообще интерес, который присутствует власть? Нет. Да нет, ну давайте дослушаем. У нас он, а ты какой, вот о первой части говоришь? Нет. Наша современная власть, невозможно понять вообще, на самом деле она придерживается идеологемы и какие интересы она присутствует? Да. Я считаю, что да. А она сама этого не знает. То есть у них есть определенные идеологемы. Это уютный домик в Ницце и что-нибудь там еще. И яхта хотя бы метров 20-30. Это такая идеологема есть, да. Но ничего другого за ней не стоит. Всем они этого предложить не могут, поэтому всем они что-то будут бросать. Но они будут говорить сначала... Я знаю, например, извеченная идея Путина, это как поход России в Европу. Вот позор. Но сейчас этого нет, мы сейчас видим. Есть, совершенно недавно он выступал и там в очередной раз просился в Европу. В очередной раз ему сказали, что его не возьмут. И объяснили это тем, что если у меня это подешевеет, то кто же вас кормить-то будет, ребята? Не знаю. Вот видите, вы знали про эту идею, а я даже вообще первый раз продюсер. Да, в Европе. Самое странное, что нам не нужна Европа, чтобы кормиться. И не Америка нам не нужна, у нас еды хватает. У нас территория немереная и так далее. Нет, ну и сейчас. Ладно, ну и сейчас. А что такое власть-дискурс? Когда она сводит все твои проблемы, все твои разговоры, все твои потребности к обсуждению той провестки дня, которой она обладает. То есть возвращена твою систему отсылов. То есть именно в дискурс. Вот если вы зайдете в интернет, мы увидите, что если не считать порнухи, что тоже немощный язык власти, является у нас большинство разговоров, они все ведутся политики. Но ведь есть громадное количество других тем, и других разговоров, и другого важного. Но именно тотальность власти в том и состоит, что вместо разговоров от что-то действительно важного, например, от анатоса, или чем-то, что может быть важнее от анатоса, или что может быть и важнее, скажем, каких-то позитивных проблем, скажем, тех же научных. Она всегда навязывает мнение, идет разговор о каких-то политических вещах. Ах, Путин! Ах, Медведев! Ах, кто-то! А их оппозиция! И то-либо еще. В этом и состоит главный механизм власти. Тем, что она выбивает из твоего восприятия, я хочу видеть телевизор, я хочу видеть закат. Вместо этого я вижу в телевизоре Путина на фоне заката поменеющее красное знамя. И так далее. Вот в этом она состоит. То, что она подменяет наш большой язык и большой мир собственным набором идеологем и заставляет нас в этом вращаться. Это не очень сложное утверждение по большому счету, но когда я говорю о конфискации языка, мы как раз и говорим о конфискации языка. Поэтому нам здесь предстоит и в этом смысле. Поэтому нам здесь предстоит рассмотреть вопрос конфискации не потому что он происходит, он сильно происходит по факту. власти на основном на том, что все считают вопрос о власти важным. Если люди будут считать важным вопрос заката или что-либо еще, то значит власть как таковая перестанет существовать. пока это важно, пока эта верхняя простроена, пока у тебя критерий социального верха и социального низа задан, а это есть критерия власти, то тогда ты в этой самой средней живешь. просто мне интересно на самом деле, почему и что нас в самих требует редукция нашего мира к политике. Откуда это возможно? Редукция нашего живого мира со всем своим многообразием к некому политическому дискурсу. Это является ли это случайным? На эту позицию можно взглянуть таким образом, что вот нехорошие плохие люди, в том числе политтехнологов или кого-либо еще, осуществляют редукцию нашего мира, то есть редукцию нашего мира к политическому дискурсу. Но осуществляют ли они к политическому дискурсу? Ну, с определенными людьми очень трудно говорить. Ты им об одном, а они тебе об яблоко. Ты им о третьем, а они тебе говорят какое-то... Будет плохое, они опять про яблоко. Или что-либо еще. То есть они в этом запутом мирке, они в нем крутятся. Зациклены. Зациклены. То есть происходит и это практически везде так. Во всем мире так. Именно власть основана на том, что осуществлена некая принципиальная базовая установка. Редукции мира и редукции языка к политическому дискурсу. Но есть такое понятие легитимация власти. Да, да. Она на этом всего основана. Просто власть должна быть священна. А священное это то, что мы постоянно выговариваем. Священное это не то, что где-то там в храмах хранится, а мы туда приходим. То, что хранится в храмах, а мы туда приходим, это уже не священное. Священное это чем мы дышим. И вот власть говорит, что на самом деле вы мною должны дышать, я священный. Да. И на самом деле есть постоянная реитимация власти. Если людям так важна власть. Да. Потому что все же понимают, что мы дышим воздухом на самом деле. Но у нас получается, что мы дышим Путином. И кто там не нанести его. Вот это такая странная позиция. Когда вместо того, что мы дышим воздухом, мы дышим... Здесь как раз и есть стратегия отсюда и возникает. Это вот такая ситуация. Казалось бы, это неизбежно. Но надо просто разобраться. Я тоже этого не до конца понимаю. Я вижу здесь проблему. Что в нас самих, что в нас в сознании, что в нашем языке заставляет выполнять эту постоянную редукцию. Почему такое редуцирование? Ведь конфискация речи, которую производит политика и политика, которую производит власть, она по большому счету не является чем-то случайным. Она не является внешним насилием. Но она есть то, от чего человек и каждое единичное сознание дает этому предпосылки. То есть сознание всегда самого готово избавиться от собственного мира, от того, чтобы дышать воздухом, вместо того, пытается дышать Путином. Или антипутином. Или каким-то еще. В чем успешность всяких этих подонков типа Клугиняна? Да? Они же основаны не на пустом месте. Они основаны на некой потребности каждого человека обманываться. Поэтому они позволяют себя обманывать. Ну почему? Это старый древний прием. Есть некое недовольство в обществе. Возглавить его и привести куда нужно власть. Если бы это было так. Это я-то сейчас говорю, вот мы с первого пункта перешли. Когда есть недовольство, ты брошешься недовольством тех способов, что ты похищаешь у них его символы. А здесь речь уже говорит о более высокой ступени. Речь идет о том, что ты все пространство смысла, все пространство языков подчиняешь определенному роду дискуссов. То есть на определенного рода контекст. Достаточно простом и достаточно облогом. Где вопрос о власти, он очень важен. То, кем властвует, что-либо еще. На самом деле для жизни человека, например, научный дискурс. То есть то, как это устроено, кванты, механики, что-либо еще. Опыт показывает, что он гораздо важнее. Вот возьмите американский учебник истории. У нас Дмитрий Донский, Александр Невский, немножко Кулипин, Петрий Первый, Катерина Великий и так далее. Американский учебник Эдисон, изобретатель пенициллина. Как его зовут? Кто его зовут? Я его уже не помню. Я хоть и нехратно о нем читал. Кто помнит? Вообще-то там наши. Наши женщины изобрелали. Нет, наши. Она не одновременно. Он уже был во всю пенициллину. После того, как бы его производство закрыто, мы его от американцев получали. Она его повторила. Даже было лучше, да. Более эффективно. Если там чуть-чуть действовало. Но это опять не о том речь идет. Но с точки зрения, вот рядом есть великая страна, для которой главный герой не Дмитрий Донской, а изобретатель пенициллина. История это. История изобретения электрической лампочки. То есть работа Эдисона, Тесла и изобретения пенициллина. Действительно, изобретение пенициллина это такая штука, изобретение антибиотиков, с которой по важнее ничего не может сравниться. Здесь же я просто говорю, что есть некий пример другого дискурса. Это же другой дискурс. Человек, который начинает жить в мире вот этих символов научных, он как бы может оказаться в этом символе. И язык заката, язык восхода, любой другой язык, он как бы многообразен. Но тем не менее наше общество везде производит постоянную редукцию. Путин, Путин, Медведев, Навальный, кто-либо еще. Они сменятся. И Путин, и Медведев. Но это редукция политического. Будет постоянно выполняться. И вот Булат может знать, я не знаю стратегии борьбы с этим. Кроме того, я не очень понимаю, что в нашем основании, в нашем бытие заставляет эту процедуру редукции, редуцирование нашего мира, нашего языка к этому политическому дискурсу. Он существует постоянно. Ну ты же сам как бы говоришь, о чем стратегия состоит. Действительно, это же один из дискурсов. Кроме дискурса политического, есть еще дискурс науки, дискурс искусства. Дискурс там, этики есть. И много других. Просто мне кажется, знаете, в чем мог быть еще причина, что когда... Почему мы редуцируем? Политика это такая область, где вроде бы каждый может о ней рассуждать и рассуждать достаточно долго. О закате, о восходе ты долго рассуждать не будешь. Чтобы рассуждать долго... Причем все могут. Это очень крайне хорошо сказано, что все могут. Да, там о физике там... Да, о физике там, не знаю, там о биологии там... Об этики там. Да, рассуждать могут не многие. Требуется некая специализация. Дело же не в этом. Вы говорите, рассуждаете о следствии. В результате того, что дискурс власти всем навязался и все редуцировали свои возможности к политическому дискурсу, получается, что все остальные дискурсы в вашей голове, и в голове, так сказать, граждан, он просто превратился в нечто нулевое. Точно так же, если бы мы разговаривали о дискурсе искусства, то у нас точно так же этот дискурс был бы разработан, и нам нечем было бы говорить о политике. Но он требует специализации. Дело в том... Еще раз объясняю. Ты говоришь о следствии. Ты видишь следствие. Это не следствие. Следствие редукции. Оно таково, что ты кроме дискурса как политики никакого другого не знаешь. Искусство, так сказать, не влияет так вот непосредственно на повседневную жизнь. Ты знаешь, что в искусстве можно сказать десятикратно, двадцатикратно, стократно больше, чем о политике? Всегда. Наверное. Но, тем не менее, почему-то тебе кажется, что о политическом больше, можно сказать, чем о политике. Нет. А уж про науку я вообще молчу. Правильно? Науку вообще многократно там уже сейчас... Все-таки мы люди, мы животные общественные, как бы, мы можем считывать только общество, для того, чтобы появился этот эдисон с его политическим именем, и там лампочка электрическая, и чего, и лампочка. Ну и мыслать, короче, чтобы все эти, появились научные достижения, первоначально должно считывать общество. Поэтому, конечно... Политика, она более важна. Общество? Нет. Вот в этом состоит редукция. Общество не смотрится к политике, но у тебя уже даже связь неправильная изначально. Политическое донескративное. Конечно. Современное общество существует, скажем, современное общество существует, потому что существует... Искусство, научные дискуссии, конечно. Ну много, много. А власть, она всегда говорит, что она, самовласть, именно тот самый атлан, на котором держится все. Что даже близко не так. Но стоит задуматься. Почему это так? Почему? Ну, потому что сначала должно быть человеческое общество. А вот видишь, Валя, я уже нажим на это... А человеческое общество, что оно существует? Ну как, как вы себе... Ну ты еще раз говорю, общество не ведут ценности политическому. Подожди, дай я скажу. Как ты представляешь современное общество? Оно вот сейчас может существовать только в виде государства. Таких, которые оно есть. Но не может существовать в виде обычных общин там и так далее и так далее. Для того, чтобы оно существовало общество, оно не распалось на отдельный НАТО и не погибло. Потому что каждый по одиночке в современном мире выжить не может. Нам нужны государства, нужны политические партии, суды и вся вот эта система. И только после этого, когда общество уже стоит, после этого можно там заниматься наукой, искусством и всем остальным. Я понял. А зачем тогда дышишь? Зачем кушаешь? Зачем вообще, говоря, смотришь в мир, открыть глаза? Зачем? Сначала же надо как бы, чтобы были суды и так далее и все остальное. Ну ты сам себе противоречиваешь. У тебя вот изнутри-то вырастают и правильные нужды, да? Как бы надо кушать, надо детей рожать, надо вокруг с людьми общаться. Когда ты до политики доберешься... Мы не можем это делать в одиночку. Да дело не в этом. Когда ты до политики доберешься, ты сразу же... Но именно в этом. Если б ты мог это делать сам по себе, тогда да. Но если тебя сейчас отправят в тайгу, через неделю ты умрешь. Валя, а ты никогда не замечал, как живут паразиты? Паразиты всегда ведь как говорят? Что не я паразит, а вы без меня не можете. Паразит ведь никогда не скажет, что я паразит, я без вас не могу. Он всегда будет говорить, ребят, да вы меня без меня не можете. Вы без меня не можете. Паразит всегда... Он в амбивалентной логике живет. Он приходит и говорит, ребята, вы без меня не можете, я буду здесь жив. Мы говорим, да ты нам не нужен. Не-не-не, вы без меня не можете. Вот так и власть поступает. Она говорит, вы без меня не можете, без государства вы не можете, без полиции вы не власть. Власть не поразит, мы действительно не можем без государства. Ну вот, в этом и состоит. Без суда мы не можем, мы не можем. Нет, ну я же тебе объясняю, что в этом состоит странность, на самом деле. Ну иначе мы вернемся в пещерное время. На ничего не вернемся. Нет, ну в смысле, не существует же таких сейчас обществ, так сказать, более-менее крупных, где нет государства, политики, то есть власти, там, полиции и так далее. Она-то существует, но надо понять, что оно ли тот атлан, на котором держат на себе все. Именно суд, сам басманный, это благодаря нему существует все, что есть. Именно благодаря басманному суду или чему-то другому. Или пенициллину, скажем, или восходу, или тому, что я ем. Ведь есть же, это речь идет уже не о том, а вот, Варя, есть же простой пример, как существовали старые аграрцы в России 19 века. Они принципиально не обращались в суды. Они принципиально, у них все взаимодействие с обществом, то есть в Савской России и господствующей аналогии, было сведено к минимуму. Но именно все самые богатые люди были, того самого старые аграрцы. При этом принципиально. При всем при этом, их дети учились в Кэмэль-Желсуле, типа Морозовых, или кого-либо еще. То есть они пытались дать им еще лучшее образование. Но это было все вопреки, это было рядом, это целая методная структура. Мы говорим, что об этой общинной альтернативе, она всегда есть, но она не всем людям по силам. Вот мы можем, может, понять о том, что... Я говорю не об том, что об обществе, я говорю, что... Что устанавливаться, это община, секта там... Я, значит, вначале я говорю, что во многообразии дискурсов, то есть во всем богатстве языка, есть или нет, непонятно, некая потребность, некая редукция. Редукция его к определенному роду символов. Когда ты приходишь, для тебя фикус-дискурс, телевизор-дискурс, аквариум, ой, фикус-путин, в телевизоре-путин, в аквариуме-путин, везде у тебя Путин. Или кто-либо еще. Нет, на самом деле, гораздо больше, чем о политике, мы рассуждаем об отношениях друг с другом. Потом ты забыл, что у тех же старообрядцев в фикусе был бог или священник в их ней, в телевизоре был бог, ну, телевизоров не было, там, не знаю, там, в окошке был бог священник, в дымоходе был бог и священник, и здесь Путин, там бог и священник. Да, да, да. Пожалуйста, все равно... Вопрос, вопрос, это ведут северный. Так и суд осуществлялся, это был церковный суд, видимо. Я просто не знаю, но это надо разбираться, я уверен, что у них там все это как-то было налажено. Но речь идет не о том, речь идет, говорит, что фикус – это в первую очередь фикус, телевизор – это в первую очередь телевизор, и аквариум это тоже не было. Просто понимаете, мне еще кажется, что люди, прежде всего, в большинстве своем живут, как бы живут, то есть и все их, в основном, в большинстве вертятся вокруг отношений, отношений с себе подобными. Мы гораздо больше, чем о Путине, говорим об отношениях с друзьями, родственниками и так далее. Но это не политика. Это не политика, но как бы следующая стадия отношений – это уже политика. Нет. Нет, ну я со Стасом бы согласился, на самом деле. А политика как раз, паразитируя, в первую очередь, на этой потребности, он паразитируя ее, она превращает эту самую потребность в общение и, казалось бы, в редукцию языка. Нет? Ну хорошо, это второе положение, так? Третье? Ну третье – это второе. А третье – Булаш, нам хотел рассказать, вот стратегии противодействия. И Константин тоже хотел бы рассказать. В смысле, как третий вариант, ну, третий… А, говорит, завалить, человек будет рассказать. Как, ну, как… Ну, я же уже наше рассказываю, что… Как надо вернуться от этого, от того, что у тебя язык конфискован. Мы живем в мире, где власти конфискует у нас язык. Она у нас его отобрала. Она фрикатизировала все наши символы и конфисковала язык, по большому счету. Какая будет стратегия борьбы со всем этим? Или она невозможна? Как можно от редуцированного языка, от некого политического существования, когда ты утром встаешь, думаешь о Путине, о Недведеве, о правительстве, о ценах или что-либо еще, вернуться к некому, скажем, ну, хотя бы перед некому первоначальному проживанию бытия. Или к некому первоначальному проживанию познания, ну, или что-либо еще. Как из этого выгнется? Ну, вот как старообрядцы. Старообрядцы. Путь общины – это древний путь еще там… Это тоже, мне кажется, но вот Булат хотел сказать, как… Ну, вот ты, Валя, пытаешься в частности какой-то отойти. А вопрос состоит в том, что здесь вот существуют другие дискурсы, и можно просто внутри себя поставить один дискурс другому. То есть перейти, как ты говоришь, на другой дискурс. Просто жить в другом дискурсе. Не обращать внимания на то, что там тебе навязывается определенный дискурс. То есть власть навязывает определенный дискурс, а жить в другом. Но для этого надо понимать схему вот этого навязывания. То есть надо как бы постоянно отслеживать, что как бы тебе навязывается. И жить просто в другом месте. Тебе как бы навязывается, что говорят, что вот ты в этом месте, а ты на самом деле в другом. Вот и все. Каждый раз это отслеживать, каждый раз это. Жить просто в другом мире. А конкретно на примерах может быть? Ну на примере, что значит такое жить в другом мире? Мы живем в одном мире, но каждый в своем. Это означает, что у каждого человека он проектирует в этот мир определенную роду устройство этого мира. То есть, на самом деле, у нас есть возможность свободы определить этот мир исходя из своих значений. У каждого есть это возможность. Мирок, наверное, так более точно сказать, да? Ну, не знаю. Я просто пытаюсь какие-то бытовые аналоги привести. Никаких бытовых аналогов нет. Хотим мы того или нет, мы живем в каждом своем мире. Или нет, мы сделаем. Что делает Власть? Она говорит о том, что на самом деле самое главное в этом мире, она хочет навязать нам. Самое главное в этом мире это она, и что все должно говорить о ней. Что ей все должно отсылать к ней. Любое значение на самом деле, оканчивается значением власти. Все знаки – значат власть. На что? У этого все letzteικά все Madeleine. А на самом деле, надо как бы удержать эти значения, свои значения и удержать свой мир. У каждого из нас этот мир есть на самом деле, просто надо его увидеть. Надо просто увидеть вот эту загораживающую ширму власти, вот этот отсыл, да, навязываю именам, убрать, и не обращать на него внимания, да, потому что это на самом деле... Он никак не помешает власти, пожалуйста, жить, кажется, в мирке... Нет, а теперь как он помешает власти? А это, на самом деле, вот в свое время, каким образом англичан выгнали из Индии. И в Индии просто люди перестали просто подчиняться власти, и все, перестали буквально... Извините, в Индии было по-другому, там была предложена альтернатива, которую поддержали все. Еще раз... У каждого был свой мирок, а был предложен новый мир для всех. Хорошо, я понимаю, новый мир для всех, это же не важно. Я говорю про стратегию. Стратегия состоит в том, что власть только в том случае тобой владеет, если ты на самом деле действуешь с теми значениями, которые она осылает. Если, когда тебе власть говорит, что ты должен гневаться, ты гневаешься, а когда власть говорит тебе, что ты должен радоваться и ликовать, ты ликуешься. Вот если ты не будешь постоянно таких отсылок жить, а просто будешь... Они будут для тебя, условно говоря, как некая ширма, там есть она или нет, но много чего в нашей жизни есть неприятного и неприличного. Нет, я не против, Влад. Я с тобой полностью согласен, просто я хотел бы тогда услышать, какая есть альтернатива собственному пути. Я тебе еще раз сказал, когда ты говоришь слово «альтернатива», ты опять рассуждаешь в дискуссе власти. Да, да. Потому что я же говорил, чтобы предложить альтернативу, надо встать на их же пути. И противопоставить им внутри, как красное, противопоставить черному, но места уже нет, все света заняты. Но это у тебя нет места, потому что ты не можешь. Но Ганди мог, Христос мог. Еще раз говорю, они это могли только тем способом, что они делали это из какой-то перпендикулярной вселенной. Они ставили вопрос в своем дискурсе. Они не переходили на дискурс со своего противника. Они говорили о другом. Просто о другом говорили. Суть вопроса состоит в том, чтобы понятие важности для тебя и значимости перешло в другой дискурс. Например, для тебя было поставлено важным искусство, невеликие. Я твой мысль понял. Ты просто не понимаешь, что я говорю. Может, я плохо объясняю. Я не против этого. Но я не понимаю, чем плоха власть, пока я не вижу альтернативы. Вот я живу, допустим, в Древнем Риме. Приходит Христос и говорит, вы все живете не так, а жить надо вот так. Я вижу, да, действительно, Христос прав и становлюсь христианином. Или живу в Индии, вот там колония английская, приходит Ганди и говорит, все вы живете не так, надо жить вот так. Я смотрю, да, действительно, Ганди прав, и становлюсь за Ганди как бы, начиная жить как Ганди очень. А сейчас, мне говорят, власть... Еще раз объясняю, надо... Что такого понравилось? Подожди, подожди, я закончу. Власть косая и кривая. Я говорю, хорошо, косая и кривая. А как надо? Причем здесь косая и кривая? Ну скажите, как надо? Живи своей жизнью, не чужой жизнью, не навязываю жизнь. Тебе навязываю жизнь. Пока ты говоришь, что ты живешь во власти, косая и кривая, то я кажется, у меня в этой ситуации две дискуссах. Конечно. Косая и кривая, она нехорошая, какая разница? Когда ты приходишь в мире, ты живешь в мире, в котором ты живешь в современной, коррумпированной, криптократической России 21 века. Но ты живешь не в современной России, колумбире 21 века. Ты живешь в виде травы, кузнечиков, домов и людей. Это как бы совсем другой разговор. А тебе предлагают говорить, что да, мы тут сидим, у нас власть кривая, надо ее изменить. Давайте за это бороться, давайте прогуним Путина, Избирим, Навального, Курдиняна, еще кого-либо еще. И пока ты в этом кругу говоришь, что я благорал ДПР, что-либо еще, любые правостроения. С этим я согласен, да. А ты живешь в среде кузнечиков. Ты живешь в среде кузнечиков. Это же альтернатива среди кузнечиков. Да. Если вольтвари, это не альтернатива. Ну как не альтернатива? Альтернатива, чем плохо жить среди кузнечиков? Очень не альтернатива. Может быть, кузнечики гораздо лучше. Ну и ты, надо жить своей жизнью, а не жизнью, которую тебе хотят навязать. Надо жить своими интересами и значениями, а не значениями, которые тебе навязывают. Это жить в своем мире. Каждый в своем мире жить должен. У нас сейчас не получится организоваться. Может, у кого-то получится, допустим, может, и у крестьян получится. А в чем смысл-то, что каждый будет жить в своем мире? Один будет сидеть среди кузнечиков, другой среди железок каких-нибудь, третьих еще где-то. А в чем смысл-то всего этого? Может, тогда лучше с Путиным уже жить, но все вместе зато. Но в этом году, в чем состоит свобода? В чем состоит свобода? Вот есть овцы, понимаешь, а есть свобода. Вот овцы, какая бы стадь. Какая бы свобода? Ну, говоришь, что ими кузнечиками, а тут железка. Валя, да, Валя, что такое свобода? Свобода, когда ты действуешь, исходя из самого себя. Вот что такое свобода. А свобода не важно, чем ты занимаешься. Кузнечиками или чем-то другим. свободно когда ты действуешь исходя из самого себя а не действует когда тебе приказывают или навязывают кто-то другой тебе говорят, что ты должен обсуждать власть и ты обсуждаешь, альтернативы, не альтернативы тебе говорят, что для тебя самое главное в жизни это вопрос власти ты что-то другим заняться? Нет, нет, нет ты возвращайся сюда, давай о власти поговорим вот как вот власть живет и прочее и прочее как надо голосовать, там выборы были честные были они нечестные все это Вань, ты конечно прав в этом смысле что действительно, вот это пребывание в неком общем дискурсе в редукции его, оно дает ощущение общности, когда вся страна, 140 миллионов человек включая телевизор на это же время и становится на одной и трех шутках Петросяна это конечно здорово это ощущение, что мы единый железный поток это правильно по большому счету и противопоставить этому трудно что ну я не пример ты среди медиков я не пример просто говорю ну или там, или все смотрят новогоднее послание президента или все обсуждают вопрос о выборах и так по крайней мере политически активное общество но это действительно вопрос единства нации да, это вопрос в некой обществе по резкой дня, кто знает может быть вопрос единства нации это вопрос по самому себе нация, это же политическая категория это такой же разговор в терминах власти ну так а ты предлагаешь нам разойтись по углам, что ли? не знаю, я не знаю я предлагаю более богатому миру я не то, что делают кургинян реально, я тоже за это так я и говорю, дай эту альтернативу никто не дает вышел кургинян говорил, говорил, вроде что ты не понял альтернативу мы о себе нере обсуждаем науку, искусство, философию альтернативы это и есть я вот просто слушал кургиняна много еще вот здесь кургинян это все та же самая власть вот здесь реально начала попасть ну это самый дискурс ну сколько уже можно говорить? альтернатива этому дискурсу? другой дискурс, а не тот же самый внутри этого дискурса все будет отсылать власти все, там другого нет он дискурс власти и все там о власти Там все, любой шаг, любой, условно говоря, жест, все относит в власть. Но просто надо перейти в другой дискурс, где весь тот же самый мир, но он будет относиться к другому. В красоте, в законодательство, это дискурс тогда. Нет, это надо... Скажи, вы тоже тут каждый сам по себе. В этом состоит ответственность каждого человека перед самим собой. А вот Путин с миллион десятых, Путин скажет, я сам по себе, Гензуид скажет, я сам по себе. Дело не про сам по себе, ты никак понять не можешь. Потому что это ищет о том, чтобы жить своей жизнью, жить своей головой, жить своей совестью. А не жить совестью другой, которую тебе навязывают. Не, просто говорить на другом языке. Говорить на другом языке. Но тут на самом деле вопрос, когда власть узурпировала язык, на самом деле, еще и более серьезная проблема. Проблема с искритом, на Западе это обсуждается, у которого работал Бабери Айра, там, «Молчание большинства» называется у него. Там дело получается так, что власть настолько узурпировала язык, что она уже не знает, что говорят. Подвластные. То есть, на самом деле, власть уже не знает, о чем думать, что говорят подвластные, потому что у них нет слова. Потому что за них все уже говорит представители, за них говорит власть, и все вращается в этом власти. И, собственно, власть утеряла почву. Она не знает, она в безвознучном пространстве находится, она ни на что не опирается. Потому что, на самом деле, со стороны массы, вот образовалась некая масса, она ничего не делегирует, и она просто ее как бы нет. Она просто представляет собой такую дыру, пустоту такую. Власть пытается опереться на нее, но у нее там нет туда опираться, потому что у этой пустоты нет языка. То есть, весь язык ушел в это политическое, а вот сама вот эта настоящая жизнь, органическая, то есть, как ты их называешь, можно было назвать, народ, общество и так далее. Оно оторвалось. Да, а нет, не то, что оторвалось, дело не в этом. У него нет слова, она не может ничего высказать. И самое интересное, что проблема состоит уже даже в том, что власть уже пытается найти, пытается как бы дать ему слово, пытается почувствовать, хотя бы почувствовать, или узнать, что она хочет. Они не понимают. Масса настолько стала массой, из-за того, что вот ее приучили быть массой, что она уже просто как вот такая вот нечто аморфная. Что непонятно, что вообще она хочет, понимаешь, она не может ничего выразить. У нее нет слова вообще никакого. В этом, правда, проблема состоит в том, что власть, как бы, нет, не кажется, это в своем эморфике. Проблема состоит в том, что, как бы, власть, вот эта вот система власти, она сама себя уничтожает. Она сама себя замыкает и сама уничтожает себя. То есть, она превращает свой дискурс сама в сколастику. Потому что любая дискуссия, она живет только в общении, пока существует, как бы, взаимообмен. Как только он замыкается полностью, он просто, это, просто, это, разрушается. Сам себя разрушает. Так, любая система, замкнутая система, сама себя разрушает. Сама себя поедает. Так вот, на самом деле, а проблема выхода состоит в том, когда я говорю о том, чтобы жить в своем мире. Это имеет в виду, имеется в виду не какой-то там инстинктивный мир, а сознательный мир. То есть, выбрать свой мир. Надо выбрать этот мир сознательный, сознательно в нем жить. Не просто упал и лежишь. Понимаешь, если ты упал и лежишь, тебя куда-нибудь присоединят. А самому выбрать, куда присоединиться. Не в смысле политическом, а в смысле значений. Да, самому означать мир. Самому, как вот, Адам в свое время дал всему миру эти имена. Вот так же самому заново дать эти имена. На самом деле, посмотрите себе это незамутненными глазами, трезвыми. И самому начать эти имена давать. То есть, надо все заново, надо все заново делать. Восстанавливать этот живой язык. Потому что у нас уже сам язык, он уже просто превратился в схоластику. Он уже не касается реальности. Реальность где-то там непонятно, где находится. А язык сам живет. Он уже сам вращается. У него уже своя какая-то внутренняя жизнь. Ну, это смогут далеко не все. Только вам некоторые. Ну, а кто сказал, что это будет легко? Кто не говорит, что это будет легко? А можно вопрос вот к лекторам, кто говорил про власть? Почему вы вместо слова власть в вашем контексте открытым не использовали там сборище врагов или еще чего-то? Потому что это не так. Потому что сборище врагов это тоже точно так и дискурс власти. Вот я услышал так, что у вас это, значит, вот это под словом власть, и вот вы все про каких-то там, ну, или враги, или нехороших. Вот так ответить на то, что, например, на предприятии случилась беда. Можно сказать, на самом деле, не повезло, там, найти какую-то причину, там, механические поломки, там, что-то там не выдержало. А можно сказать, что есть враг. Вот найти врага, это и есть дискусс власти. Всегда же можно перевести любой разговор на штура. Это большевист. То есть, то, что вы говорите, это типичный большевист. Смотрите, а ситуация, она такова, что... Это не Марксинский, это моя простая фраза, да. То есть, я вот слышал то, что вы повторяли, так сказать, просто в той или другой интерпретации фразы Ленина, что государство – это аппарат насилия, подавления и так далее. То есть, государство, власть... Мы просто не поняли, о чем речь. Не идет речь о политике, это речь идет о другом. Понимаете, речь идет о том, если живете ли вы своей жизнью, или вам навязывается некоторое видение мира, и вы живете чужими проблемами. Вам кажется, что это ваша проблема, она внутренняя, она вам прям горит. Но на самом деле она вам навязана. Понимаете, вами манипулируют. Просто ситуация наказывается, что на этом революционном языке, вот фикус передоставлено стоит, фикус как таковой просто невыразимый, он не значимый. Он на этом языке, то есть, что мы начнем всегда говорить о Путине, хороший он или плохой, враг он или друг. Вот такой язык, во всем, все, что у нас происходит, оно как бы замкнуто в рамках некоторого языка. А фикуси, как фикуси, говорить нельзя, или что любящий, просто не получается. Но по той причине я не могу уже говорить о смысле какого-то китайского иерогрифа, если не знаю китайского языка. Здесь точно так же, ты живешь в неком революционном языке, и все фикусы, камеры, аквариумы, для тебя одно из лиц Путина как врага или как друга. Это неважно, лак он или революционном языке. Но если вы, допустим, живете там в каком-то своем мире, вас там интересует Путин, там еще кто-то из руководителей или государства. Это кажется, это кажется. В этом и есть смыло так называемой анонимной диктатуры. Анонимная диктатура следит, что ты сидишь, смотришь телевизор на фикус, на закат, что ли еще, а у тебя яблоко ЛДП или Путин всегда и всегда и везде, и выборы, и что-либо еще. А если тут диваны не вылезают? Да, если сидишь на диване, то из-под дивана тоже смотрят. Знаете, у софистов в древние времена был такой интересный пример. Они говорили, что одно дело, когда рабом становятся по неволе, а другое дело, когда рабом становятся по собственной воле. У софистов утверждали, что мы можем сделать людей рабами по собственной воле. Мы можем задать такой дискурс, что они в этом дискурсе будут рабами и согласятся быть рабами. То есть, на самом деле, власть это давно уже, вообще говоря, по большому счету, политика это всегда демагогия, всегда. Ну так устроено. Ну это то, что вы большевист, то, что вот это особенно. Хорошо, я большевик, я большевик, тот самый большой большевик, знаете, в картине вот этого Петрова Уоткина. Хорошо, но это вы какую-то ерунду говорите. Я говорю, первое, философскую проблему, а вы, как какую-то политическую проблему. Причем здесь это? Большевик какой? Петрова Уоткина? Да. Большой такой, слава. Ну, по крайней мере, если язык, я вот не знаю китайского... Булат не большевик, я вас уверяю. Да, если... Я же близко. Я не знаю китайского, а то многие смыслы и роглифы, я покажу китайский, и он ничего не говорит. И так как человеку, который полностью поглощен в политическом дискурсе, для него всего остального не существует. Нет, нет, ты неправильно говоришь. Для него все остальное существует только в значениях его дискурса. Болитик. Это так. Когда ты говоришь, что кургиняне философское, люди слышат, они не слышат философское. Они слышат только, что ты против кургиняна говоришь. Да. Когда ты говоришь, или наоборот, заговоришь. Да. Ему не важно, что ты говоришь, ты можешь говорить просто ААА, Кургиня, ААА и Кургиня, и они будут думать, за или против он говорит, нет, ну-ка это же надо понять, за или против, понимаете? Только не ААА, плюс-плюс-плюс, ну не важно, понимаете, содержательность не важна, важно ты либо за, за нас или против нас, да? Это как это вот в христианские, либо ты за нас, либо против нас. Весь мир индуцирован как бы, так нет? Всегда так. Причем сейчас самое интересное, я просто хотел сказать, что сейчас набирает, подожди, в этот дискурс власти входит религия, что интересно, да? И если вы заметите последнее введение, да, религия пытается увидеть картину, то есть вот искусство, да, в своем дискурсе. Они приходят и говорят, а вот это вот, типа, нас оскорбляет, типа, с точки зрения религии, это-то там пощувствуют. То есть они приходят к искусству, да, в другой дискурс, и говорят, что с нашего и позиции, дискурс нашего, это кощунство. То есть вот это вот и есть власть. Да, когда приходят один дискурс и говорят, что другого дискурса не существует. То есть власть говорит, не существует дискурс и искусство, науки, всего этого не существует. Существует только дискурс власти. Или как в религии приходят и говорят, нету никакого искусства. Есть либо кощунство, либо там благолепие там. Приходит она и везде в искусстве видит только кощунство Тут кругом кощунство, кощунство Понимаешь, она только это видит Она просто другого не видит За или против, опять же, за или против И каждый раз вот эти дилеммы, понимаешь Простые дилеммы, простые схемы, да За которыми нет ничего другого, выбора-то нет На самом деле и оба эти, обе эти, как его, альтернативы Это не выбор Выбор на самом деле надо выйти за рамки этой схемы И вот люди этого не могут сделать Точно так же и политический дискурс, точно так же навязывают Один, другой кандидат, третий Выбор между Путиным и Навалину, скажем, да? Или это пули Ты все равно в этом пуле вращаешься А, то есть, если подытожить то, что ты говорил То, и с чем я согласен, что ты тоже согласишься Если я правильно скажу Что для того, чтобы вообще начать какую-то там Ну, какую-то жизнь, да? Надо для начала выйти с политического дискурса Нет Нет? Надо на самом деле жить в многих дискурсах Надо провести границы и понимать Я не знаю, но неплохо было выйти, я же, на самом деле Попытаться, я согласен Можно попытаться выйти Не жить в выборе То есть, мы очень все-таки китайские, да Мы очень китайские поедем И что лучше, чтобы тебя обсчитывали или обвешивали? Вот голосули вот тебе Или чтобы очередь была трехчасовая или получасовая? А сути-то нет, ты все равно опущенный, а там они договорятся Этот обсчитает, тот обвесит А ты проявляешь свободу Но вообще, вообще, с точки зрения свободы, да? Ведь собака, это не человек, да? Да Но она может выбрать между двумя видами колбасы Да Вот только человек, подожди, подожди Только человек может отказаться Вот в этом и есть свобода Свобода, по Игорю, по-моему, это Вот если вы хотите проявить свободу Вы должны, вот в этих выборах, да Отказаться от этого дискурса Отказаться от выбора Хорошо, понюхать А вам не кажется, что в последнее время Если посмотреть, там, группу «Война» выступала и прочее Что на самом деле, в разной власти противостоит только дискурс искусства Что на самом деле, внутри власти Да, он не противостоит Нет, я имею в виду Он подмахивает, да Во-первых, дискурс искусства, или там, дискурс, там, этики, или там, еще там, дискурс науки Он противостоит другому дискурсу просто по факту, что он другой Все, что другое, то есть разные дискурсы друг другу противостоят Потому что они другие Только из позиции искусства сейчас власти можно что-то сказать Да, вот на самом деле, я-то как раз это положил Но дискурс власти, естественно, как бы воспринимает жесты искусства, воспринимает как жесты власти. Она, конечно же, интерпретирует это в своем дискурсе. Ну, видишь, опять-таки... И лишает его языка, естественно. Подожди, но ты все-таки согласись, что когда у тебя группа война или там пуссират, что-то там делают такое неприличное, что это так называемое актуальное искусство. Актуальное искусство, которое... Это искусство, которое говорит на языке власти. Потому что там очень мало искусства, там гораздо больше... Не, ну вот сейчас какие-то картины висят там, и клоуны распят на кресте, это что такое? Ну, это они написаны давно, и написаны не у нас, там, голландцами, что ли, там. И какое-то отношение сменит к власти. Ну, еще... Ну, а как православная церковь выступила 140 заявлений, что, как бы, это кощунство, как бы, и предлагают... Ну, кощунство, кощунство. Нет, это... Это штука... Это однопорядковые же явления. Не знаю. А переворачивание этих группы «Война» гаишников и нарисование членов... Нет, ну вот я говорю, в группе «Война» это просто, может быть, один из... Ну, это что же с этого начало? Нет, я... Ну, актуальное искусство, оно в этом состоит, что ты пытаешься рассуждать на языке... Еще раз говорю, естественно, если это актуальное искусство... Это же эпизаж. ...хочет что-то сказать именно о власти, то оно максимально нужно приблизиться. Да, да, да. Потому что, если она где-то... Да, это отличается. Потому что, если она просто напишет картину где-то и повесит на выставке, просто этого никто не увидит. Нет, мне кажется, что вот это актуальное искусство, которое вот член на Литейном острове, висерает, оно как раз загоняет в политический дискурс, причем так, что... Согласно, да. Я не хочу сказать. ...у которого сознание не очень хорошо поставлено, оно просто его делает зомби. Актуальное искусство – это такая штука, которая борется с дискурсом собственного искусства, превращая его в дискурс в власти. Да, можно, можно сказать, и так. Вот это вот такая попытка. Поэтому глупая война, они, в общем-то, и кто-либо еще... То есть они партизаны и власти? Да, они-то там, они пытаются искусство превратить в то же в политический значок. Но они-то, по большому счету, деньги зарабатывают. Нет, но если ты вспомнишь, на самом деле, я не помню, кто сказал, кто-то из наших классиков, что, как бы, у нас другого способа что-то говорить не было, кроме какого-то литературного произведения. То есть у нас литература представляла своего рода вот политический дискурс. Про поезд, по-моему, как-то это говорится. Может. Быть может. Булат, а вопрос можно? А почему вы противопоставляете? Или одно, или другое, или за, или против? Я не противопоставляю, это вам предлагается. А? Вам всегда так предлагается. Нет, ну а почему в этой, вот в смысле, я вот понял, что вы говорите так, или да, или нет, там, или за 50-х, или... Так предлагается. А я, а я, допустим, за зеленое, как бы... Правильно, вы выбрали за зеленое, а вы за тихое. Тоже будет дискурс, в власти дискурса, да. Почему, при чем тут власть? Ну это точно так уже будет политический дискурс, вводя за зеленых. Не за зеленых, а за зеленое, янского. Ну или за синий, там, за цветовое, там, или за какой-то... Почему противопоставление? Зачем это? Вы красные, мы белые, или наоборот. А голубые, что там? Или черные? Я, наоборот, как раз говорю то, что вы сейчас хотите мне рассказать. Вы меня неправильно услышали. Я и говорю, что вам предлагается 1 и 2, а на самом деле вариантов там 100, понимаете? Нет, а их может быть и 100, но если 100 у тебя все замкнуты в рамках этого политического дискурса, то какая разница, что их 2, что 100? Если у тебя разница между белыми, красными, зелеными и голубыми, ну это как бы 4 цвета одной сущности. Да. Нет, то есть вы в 4, да, допустим, посмотрите. А вы в 6, это понятно. Ну да, ну... Вы еще за фиолетовых, это понятно, да. Вы за фиолетовые, это у вас всего лишь символ, если у вас фиолетовость, это всего лишь символ еще одной политической платформы и партии. Почему политическое может там? Может меня букашки интересуют там, а вас это, вас интересуют там политические взаимоотношения, вас иероглифы, а другого там это арабская бязь там, ну и что? Ведь мир-то многообразен. Вы там иереговорили, но я не понимаю, вы как-то слушаете какие-то задние умы, а потом у вас там возникает образ, и вы потом в ответ говорите то же самое, что иероглифы. Влад, я спрашивал, а вы говорите, или мы... Это не я говорю, это я как-то, это, даже знаете, риторический вопрос, да, когда я пытаюсь сказать, что говорит противник, условно говоря. Не я так говорю, я по-сосемь по-другому говорю. А редукция вот эта, или конфискация языка, она состоит в том, что все смыслы, там какие-либо еще другие существуют, помимо смысла собственной власти, оказываются несущественными, действительными. И мы начинаем вращаться в кругу одних и тех же простых и несложных понятий. Где есть Навальный, где есть коррумпированная Россия и так далее. Важно, что Россия всегда коррумпирована. Ну это ваш мир, это ваше представление. Это власть дискурса такова, дискурс власти таков. Нет, это ваша точка зрения. Просто у вас окружающих может быть другая точка зрения. Или того же Навального, потому что год назад я вообще не слышал. Власти Навального. Прочитал там в интернете заметку, Навальный президент. Я думаю, интересно, какой президент, кого там это... То есть каждый живет в своем мире. Ну да, 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 да. Кажется в своем. У кого Зюганов, у кого Навальный. Не, ну смотрите, давайте... В этом есть дискурс власти. В этом и стоит редукция, что... Здесь Константин говорит, что от дискурса власти можно уйти только тем способом, что над этой властью обрести власть. На самом деле это замкнутый круг. Если мы остаемся внутри власти, и власть власть, это та же самая власть. На самом деле, как если вспомнить света мучеников, да, как мученики противостояли власти Римской империи, они ничего не делали, они просто задавались. Они просто шли и умирали, и все. Они ничего не делали. Они даже молчали, они даже сказали, им надо ничего не молчать. То есть фактически, на самом деле, надо просто как бы... Получиться так, чтобы каждый раз власть в твоем лице просто терпила фиаску. Она не может тебя достать, потому что... Единственный способ это отказаться от выбора. Только в этом можно... Нет, дело не в отказе от выбора, опять же. Ну выбирайте. А дело в отказе... В отказе от того, чтобы признавать власть как легитимный. Не в том смысле, чтобы признавать другую власть, а в том смысле, что власти вообще нет никакой. По сути, если перефразировать Игоря, то вся политическая система, она единая. Независимо, там, это Жириновский, Зюганов, Гериндам. Да, конечно, конечно. Единая Россия, все, они проводят единую политику. Да. Нет, они не только единую политику, они просто говорят на общем языке. Они, может быть, политику проводят разную, но язык у них общий. Ну, ты так интерпретируешь, я немножко по-другому интерпретировал. Единая политическая система, которую проводят, единую политику, и все. Единственный способ не выбирать, как бы... Ну, когда вот наперстки играют. Не выбирать. Так выбирать... Выбирать этот наперсток или этот бессмысленный спрос. Да, это все правильно. А значит, а какого вывод надо сделать? А вывод надо сделать, что жить надо не властью, а жить другой жизнью. Просто надо взять шаг в сторону, сделать, пусть эта власть занимается своими играми. Надо пытаться говорить на бокатом языке. Да, надо на другом языке жить. Жить на бокатом языке. И говорить на другом языке. И вот даже дело не в том, что... Даже не только в языке, конечно. Надо просто как бы значение причислить, следить за значениями. Надо, чтобы твои личные значения не упирались в эти... Те значения, которые предлагают власть каждый раз, подменивают, они же занимаются изготовлением фальшивых монет, они каждый раз как бы подсовывают монету, у которой два орла, два двережья, как ни кидая, всегда попадет в то, что им нужно. Я не знаю, вы говорите власть власть, я специалист по управлению, по образованию, по роду деятельности. Я слышу, что у вас власть – это отрицательный герой. Почему у вас отрицательный герой в власти? Почему я не говорю, что он отрицательный герой? Это Владу очень не нравится. Я не говорю, что от власти нужно отказаться, я говорю, что нужно многообразие, дискурс. Я слышу ваше рассуждение, что вы говорите, что власть – это, так сказать, характеристика отрицательная, но что такое власть? Это один из элементов или система управления. Зачем общество создало систему управления какую-то? Выделило каких-то людей или машин или еще чего-то? К сожалению, это не совсем хорошо. А зачем вы сидя дома и, так сказать, поедая, условно говоря, еду? Зачем вы думаете о том, как общество придумало систему управления? Зачем вам это отнужно? От этого система управления перестанет работать, если вы будете дома сидеть и каждый день думать, как общество устроено, как оно там, как система управления какой-нибудь? Можно я так говорю? Это система управления. Общество, значит, на своем каком-то этапе развития, значит, она создала систему управления общества. Да, и вот мы живем это, и мы все прекрасно понимаем, что без этой системы управления мы не сможем оказаться, значит, это, просуществовать в этом обществе. И что там? И почему, значит, система управления должна изначально быть это плохой? И почему я должен, значит, вот думать об этой системе управления? Я вот специалист по системе управления, я об этом думаю, мне это интересно, это моя профессия. Но я не думаю, что большинство женщин об этом думают вообще, о какой-то там политике, управлении. Большинство женщин вообще думают, да? Нет, просто, а там, кто думает, как это связало кофту там, или еще чего-то там, или, ну, ну, это ваше предположение такое, что все думают почему-то о каких-то Путинах, Навальных, там, еще кого-то там. Как думают, о Путинах, медведях у них. Достаточно в интернет зайти, для того, чтобы вы соизвелишь. Ну, это вы заходите в интернет, а кто не заходит в интернет? Ну, опять, вы переводите разговор в мозг с какой-то бытовой такой, на самом деле. Мне нравится одно, а мне нравится другое. Ну, это так, а по факту, на самом деле, можно провести статистику, что будет на первом месте в качестве интересного, что будет на втором месте, что будет на третьем месте. Влас, я не претензирую, я вот услышал вас, что вы всю эту власть характеризовали. Что по слову «власть» что это значит? По вашему слову «власть» что значит? Я вот под этим термомирую эту систему управления. А мы по слову «власть» понимаем некий дискурс. Да, дискурс, то есть некий язык, да, который понизывает все это в наше существование. Так называйте тогда «да». Мы говорим на таком-то языке. Мы говорим на таком-то языке. Вообще, речь шла и о том, как, что, говорят, что всякий язык, на самом деле, в результате оказывается языком власти. Вот о чем речь идет. Какой власть? Что всякий язык оказывается, и наш язык... Ну, не языком же системы управления, правильно. Ну, вот так же будет. Совсем не о том говорим. Да нет, ну вы чего говорите? А если мы вот это, ну, занимаемся, я занимаюсь, вы пили в нем лоджик. Да? Вы занимаетесь там... Ну, это очень логично получается. У нас единая система управления. Мы говорим все на одном языке, а вы что предлагаете нам всем на разных языках? Нет. Когда мы решаем... Давайте я вам просто объясню, объясню. Вот мужичок вышел, и ему плохо. Ему плохо. Приходит какой-то священник и говорит, мужик, что тебе плохо? Да. А знаешь почему? Почему? А потому что ты греховен. И он такой, блин, точно, я же греховен. Бог меня наказал, поэтому меня плохо. Все. Весь мир, на самом деле... Мы не потому в этом мире плохо, что вот так устроены, что есть Бог. Я греховен, мне надо пойти молиться, каяться. Вот. А мой первый ответ. Утром проснулся, опять вышел, уже трезвый, да? Думает, нет, этот ответ не получится. Вышел такой, ему опять плохо. Подходит политик. А знаешь, почему плохо? А потому что наверху дураки сидят. Они правят плохо. Они коллумпированы и воруют. И тебе не достается. Он, блин, точно. Весь мир устроен так. Наверху политик сидит плохой. Царь там, не важно, там, президент. А вот он, да все ворует они так. Все они неправильно управляют. Ах, да меня ничего не доходит. Мне плохо. Утром проснулся. Нет, вроде, наверное, не так. Выходит, такой, опять ему плохо. Походит врач. Слушай, да у тебя же на самом деле просто импедицит. Он такой раз. Действительно. Пошел, аппедицит ему вырезали, ему стало хорошо. Вот о чем речь-то идет. А вы тут какую-то ерунду говорите. Речь идет о том, что у человека есть какие-то внутренние ощущения того, что происходит. А ему говорят, а вот это ощущение означает вот это. Да, они вредят. И он говорит, да. Ну и все. Вот о чем у нас это слово редукция именно это и означает. Когда у тебя есть твоя реальность, а ее взяли за значение и обозначили. Тебе говорят, тебе плохо. А почему? А потому что ты греховый. Ты должен каяться. Понимаешь? Да. Она стала не твоей теперь стала. Понимаешь? Выдают тебе твою же боль за твои же деньги. Да. В этом и состоит эта манипуляция реальностью. Когда реальность превращает в нечто на самом деле, что не твое. Тебе объясняет. Тебе объясняет какова она. А почему здесь Путин? А почему здесь вообще Путин? Я вообще не понимаю, почему здесь вообще Путин. Я не говорю, что это Путин и Путин. А вообще здесь не причем. Путин это для реальности нашей внешней. Что? А вообще не причем. Я тебе объяснил уже. Как хочешь, могу сейчас еще десять. Тебе можно сказать, почему тебе плохо. Понимаешь? Спасибо Путину за это, да. Десять. Можно двадцать, тридцать объяснений, почему человеку плохо предъявить. И каждый раз будет полностью это убедительная и правдоподобная картина. Понимаешь? А на самом деле есть какая-то внутренняя твоя личная причина. У каждого человека своя. Вот о чем речь идет. Но это все хорошо, что ты сказал. Ну какое-то начало. Подожди. Послушай, Валя. Не возведешь тебя. Послушай ты меня сначала. Вопрос идет о том, что ты должен вернуть миру свои имена. Вернуть мир, или не имена, вернуть миру свои краски. Понимаешь? Не в интерпретации мира жить чужой. Не играть в ту игру, которую нарезан. Да. А в свое мир. Вот о чем. Этот мир может совпадать с другими. Вот, и не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Реально может быть. Стоит думать, что когда у тебя аппедицит или что-либо еще, думать, что ты греховен. Потому что. В этом, может быть, всегда что-то счастье. В этом всегда счастье, думать, что когда у тебя аппероцит. А аппедицит. Вернуться из мира, который бесконечным образом этими значениями погряз в каких-то своих играх. Вернуть его настоящий, как Игорь говорит, увидеть закат, увидеть это растение. Увидеть мир своими глазами, а не глазами тех, которые тебе видят. Саша тебе говорит, что все видят этот мир. Ну вижу я этот фикус, и этот цветок вижу, и этот вижу, и аквариум вижу, и Путина при этом вижу. Ну это не значит, что если я смотрю на Путина, то я уже не вижу цветов или закат. Ты сейчас весь семинар говорил только в дискурсе политическом. Ты вообще даже не смог выскочить из этого дискурса. Даже тебе предлагали, скажи что-нибудь, как бы выскочивающее, а ты не смог. Ты говоришь, вижу то, вижу что. Дело же не в этом. И речь идет про дискурс. Ситуация вот здесь. Он сломал чиновник там руку. Какое-то отношение имеет к жизни нашей. Но это везде, везде. Вот он руку сломал. Потому что это бесконечный факт. Кляну чашечку вставал. А? Ну какая разница, что он там сломал? Нет, ну вообще не важно. Просто я это слышу везде. Кроме радио. А ты будешь коленную чашечку, да? А сейчас какой-то там, где-то там, это какая-то там, беременная какая-то там. Какие-то дурачки позвонили за Австралией ей. Что-то хотели выяснить у нее. В результате медсестра покончила в обестров. Весь мир сидит одно и то же, долдонит, долдонит. Ну мне это не интересно, но они мне навязывают. Навязывают они везде. Ну ты смотри. Правильно? В этом состоит суть-то. Суть состоит, что они меня кастрируют, тем самым лишают меня слова, потому что я должен в это же условии. Мне куча кастрируют. Вот стоит собрание с учреждением. Не, подожди, подожди. Знаешь у нас в чем логическая ошибка? Стоит собрание с учреждением Пушкина. И ты мне утверждаешь, что как ты не откроешь какую-нибудь тесану в Пушкин, вот так Пушкин, блин. Нет, я не это говорю. А я быстро не открою Пушкина. Валя, не так, не так. А вот я выйду с Гегеля и скажу, давай про Гегеля говорим. А вот человек стоит, у него рот открыт, он не знает, кто это такой вообще. Ну так если ты хочешь читать Гегеля, закрой Пушкин. Дело не в этом, дело не в этом. Понимаешь, дело не в этом. А дело в том состоит, что есть некая солидарность, понимаешь. Людей, как ты говоришь, люди хотят общаться. Я выхожу с людьми пообщаться, а он просто, понимаешь, как машина. Говорящая голова. Он только знает одно, понимаешь. У него связи какие-то, там, один политик, другой политик, третий политик. Плохо, коррупция, еще что-то там у него. Ему говоришь, а про другого можно поговорить? Нет, он говорящая голова, понимаешь. Вот это, весь, все люди вокруг, это зомби, говорящая голова. Послушай меня, ну ведь то же самое. Приди сейчас какой-нибудь. Но дело не в этом. Ну, тыщик любителей физики. И попробуй с ними поговорить о биологии. Да. Правильно, правильно. А как говорящий голова долдунят. А вопрос физику долдунят. А вопрос... Ну что ж такое? Ну иди-то к биологам, говоря о биологии, к физикам о физике. Послушай, дело же не в этом. А этим политическим тусовщикам пусть они говорят о политике. Валя, я же это не понял на самом деле. Так вы сами начали с того, что все люди говорят о политике. Все люди говорят о политике. Вот как раз вот это утверждение ваше. Послушай, спорное. Нет, нет, нет. Все люди, конечно, говорят о политике. За все время наших семинар, Александр, вы ничего, кроме как политики, никогда не смогли высказать. Вы как бы приходите и все, что есть в вас здесь, потому что это всегда... Действительно так. Мемориал там что-то где-то не поставили. Там какой-то, на каком-то заходе, что-то там камашины. Ну понятно. Я и говорю, что... А можно что-то другое-то сказать? Помимо того, что вот в политике там плопнули, хорошо. Вот что-то другое там. Что-то другое бывает вообще в жизни там? Вообще так вот. Открываешь глаза, а в жизни... Проблема состоит у человека, у которого эта редукция вполне свершилась. Он даже вопроса себя не может понять. У него это весь мир просто. Ему кажется, что этот мир так и устроен. У него даже проблематика иначе не стоит. Ну, наверное, в этом что-то есть, то, что вы говорите, да? Есть. Ты не можешь просто ставить проблему. У тебя всегда ответы были. Ну, нет. И смысл в том, что мы говорим с Сашей. В этом тоже есть. Нет. Дело не в этом. Дело может быть в том, что какой-нибудь биолог, может быть, он тоже настолько в этом биологическом дискурсе находится, что он ничего другого не видит. Ну, я таких биологов не знаю. Ну, это я условно говорю. Например, сейчас вот сериал есть какой-то там про, как это называется, про больницу там, да? Там все, что обсуждается там сквозь эту больницу. Там все проблемы, они все решаются сквозь, скажем, как медицинские какие-то диагнозы. Ну, это не просто общая работа. Не важно. Важная суть состоит от того, что в той же определенной родной дискурсе все видится сквозь призму определенного рода профессии или какого-то там… Ну, что, ладно. Ну, что, все уже по кругу пошли. Игорь, Игорь, вот это самое… Смысл фактически… Смысл фактически… Смысл фактически… Смысл фактически… Я думаю, сейчас все это… Лет 20 назад еще не было такого политического дискурса. Я согласен, что у них были секты, тоталитарные. И у них был свой дискурс. И человек, подавший в эту секту, не мог потом о тут думать. Да, согласен. Ты утверждаешь, что сейчас тоже случилось в политике. Нет. И 20 лет назад такое было. И всегда такое было. И 100 лет назад. И всегда такое было. Правильно. Вот хороший пример по поводу тоталитарных секторов. Действительно, они оснащаются таким языком, что они в этом… Кругу понятия этого языка вращаются из него… И человек не может вырваться от того… Да. А ты говоришь что-то то-то, если ты приводишь, в конце концов, какое-то более-менее смыслный аргумент, они вот так зависают в положении доумения, да? А потом говорят, ну что там они как принтером гад... Что ты коздища, допустим. Что ты, на самом деле… Мы думали, что ты овца, которого надо выразумлять, а ты, оказывается, коздища. Саша, вам понятно? В этом есть смысл. Причем, потому что на Западе есть такие мощные тоталитарные секты, что есть даже целая профессия… Я не помню, как она называется. Есть даже название. Валя, а православие мне интересует тоталитарная секта? Еще какая-то. Это хорошо, что ты осознаешь. Эти люди занимаются тем, что выводят людей из секты, взламывая их сознание. Вот Игорь как раз об этом, как мне кажется, и говорил, что… Из политической силы. …сломать политическую технологию, да? Для того, чтобы вывести людей к новой политической технологии. Более совершенно. Это пол-дела. Он выйдет, и тут же в другой… Вот, молодцы. Правильно, говорите. Так вот, я с этого и начинал в самом начале. Что для того, чтобы это ломать и куда-то выводить, надо же, чтобы была альтернатива для всех. Мы смеемся над тобой, что альтернатива – это другая, точно такая же, как и первая. Какая разница? Вот, наверное, в чем дело. Давайте вот еще поговорим. Речь идет, наверное, об утрате общечеловеческого языка. Да. Который приватизировала власть. Сейчас, я коротко, думаю, сейчас объясню. То есть… Не приватизировал. Ну, неважно. Допустим, грубо говоря, есть свободный народ. Вот все говорят, биологи, физики, химики, художники, все понимают, любят друг друга, все. И потом они, ой, что-то надо, у нас время много на хозяйство уходит, давай мы слуг наймем, пусть они там все это делают, а мы больше будем… Наняли слуг, дали им денег. А со временем эти слуги начинают одеяло на себя перетягивать. Вот пришли на пикник, допустим, раз, а у них там или еды нет, все, и начинают объяснять. Вот тут у нас вот экономика такая, вот не хватило на это, то, значит, вот сахара нет, соли нет. Вот. И разговоры постепенно от всего творчества человеческого уходят на этих слуг. И народ просыпается, включает, как там слуги, кто, ой, спина у этого болит, ой, тот ногу сломал, этот на этого в суд подал. И ничем заниматься никто не может. И вот этот язык, слуги вот эти на себя все перетянули, и у нас уже все, картины, живопись, биология, физика, химика, все завязано на эти ярлычки. И человек уже поневоле. Хорошо, пусть эта модель со слугами даже не годится. Допустим, все замечательно, у нас коммунизм, мы все прекрасно живем. И вдруг ежедневные, скажем, землетрясения, потрясения или еще что-то. И вот этот вот психологический стресс, то есть когда вот эти слуги все инвертировали вместо того, чтобы служить, обслуживать, создавать зеленый светофор для творчества, а все наоборот. Творчество на десятом месте, а вот как вот там экономика, кризис такой, какое наше дело? Вы работаете и выполняете свою функцию. Они не то, что ее не выполняют, они наоборот создают трудности. Вот я купил автомобиль, систему управления для того, чтобы я перемещался. Я сел, вот у меня руль, я за это, грубо говоря, заплатил, вложил труд какой-то. И я не должен думать об этом. Я сел, поворачиваю налево, он должен ехать налево. А тут получается, вот власть такая вот из телевизора, я налево хочу ехать. Он говорит, слушай, а ты знаешь, вот тут такие трудности, вот ты съезди туда, там заплатишь, вот тогда поедем. И все. Я уже забыл, куда я ехал. Вот такая ситуация. И вот эти ярлычки на всем уже висят. Мы и на аквариум смотрим там. Потому что там в палате законодательной обсуждается вопрос о налоге на животных и там правах рыбок в аквариуме. Знаете, что я вам скажу? Тут два только выхода есть. Либо вы вылезаете из машины и идете творчеством заниматься. Да. А они догонят там по-другому. Либо, либо вы вместе со всеми, потому что у всех такие автомобили ломаны. У всех. У кого-то чуть получше, у кого-то чуть похуже. Более чем. Со всеми ездите туда, платите туда, потом налево поворачиваете. Другого выхода нет. Я, кстати, вам могу интересный пример, каким образом власть узурпирует язык. И было такое высказывание в свое время, если опираться на историю христианства, у иудеев было высказывание «нет властящий ни от Бога». Смысл, который имел следующий. Что на самом деле власть только власть Бога. Никакой другой власти, кроме как власти Бога, нет. Все остальные власти, которые существуют, мирские, это не власть. Это самозванцы. Да, это самозванцы. Так вот, каким образом это было узурпировано? Теперь, когда в Евангелии мы считаем эту «нет властящий ни от Бога», это значит, что та власть, которая есть над нами, поставлена Богом, любая власть от Бога. Да, любая власть от Бога. Это главный герой. То есть смысл был «нет власти, только есть власть Бога». А все остальное – это не власть. Переименовалось, что нет. Все власти, которые установлены, они от Бога. Вот так. Власть играет языком, как она переигрывает. Так вот, еще один способ, на самом деле, выйти из-под власти, дискурса власти, когда власть отдает тому, чего нет. Например, Богу. Сказать, что власть от Бога. И все. То есть, типа идея конституционной монархии, да? Когда у тебя есть конституционный монах, который на самом деле символизирует некие детства, символы, но на самом деле он не прав. Просто у меня некоторые функции… Монарх – он все равно человек. У тебя есть некоторые функции, которые как бы выполняются, вместо их замещаются, и это место как бы занято. Ты не можешь их отдать какому-нибудь другому человеку. Я когда говорю, что отдать Богу власть, это означает, что на самом деле отдать тому, кто этой властью никогда не сможет воспользоваться в целях манипуляций. Ну как и что? Власть от Бога. Конституционный монах. Ну это не то, на самом деле. Дело не в конституционном монахе. Дело в том, что я отдаю власть как бы природе, не знаю, Богу, космосу, не важно. Кому-то вот кто там правит, случайности, будем так говорить. И все. Вот надо мной. Единственная власть. Все. Ключевое слово – случайность. Приходишь в суд, так, этот обвиняется в убийстве, виновен или нет? Берут… Раз. Нет. Свободен. Дело не в этом. Я думаю, так справедливее будет намного, чем то, что сейчас творится. Ак dag. Что такое? Экгент. Убери. Ну, этого-то. Убери. Продолжение следует...